В программе «Правда-24» социально значимые персонажи часто выступают в не совсем обычном амплуа. Допустим, живописец как писатель, политик как художник, а актер сегодня у нас как музыкант. Гоша Куценко в гостях. Приветствую. Хорошо. Итак, завтра, 20 ноября, в 20 часов, в Клубе «Артист» будет что? Будет презентация вот этой пластинки. Это плод моего воображения, труда огромного, такая она красивая. Я всегда удивлялся, когда музыканты так с любовью относились к пластинке, показывали ее. Гордились. И сейчас понимаю, что это заслуживает того. Это сродни снять кино. Это мое кино о 14 песнях, наверное, о всей моей жизни. Название – это музыка. Оригинальное название – музыка. Название с такой заявкой серьезно. Я всегда сталкивался с проблемой. Я достаточно давно занимаюсь музыкой. Лет 8 мы играем, но меня все равно ассоциируется… Я вот перебью сразу. Вот неправда сейчас прозвучала. Что значит лет 8, когда Гоша Куценко начинал в группе? Да. И это было не 8 лет назад, на минуточку. Это было… Как она называлась? Баранина 97. Это не 8 лет назад было. Это было… Это вот с этой командой 8 лет назад. Ну, тогда я, наверное, и назывался «Баранина 97». Была серия на 90-х, была наделана куча глупостей. А сейчас я музыка, действительно. Музыка, наверное, это моя профилактика, мой доктор, врач. И я когда на плакатах… Недавно же, год назад мы здесь сидели в студии… Да-да-да. Я был… Да, вот здесь, кстати, потом поговорим про это. Да-да-да. Я был на постере фильма, я был в каком-то образе, кинообразе. А здесь я хочу, чтобы меня увидели музыкантов в наушниках. Я даже специально написал слово «музыка». Что это не кино, это просто музыка. Мы живем в такое время, когда у людей все мелькает, когда некогда идти на какие-то компромиссы со своими временем, с мыслями. Все должно быть четко и ясно. Вот здесь четко и ясно. И главный герой здесь – музыка. Главный герой здесь – Гоша Куценко, на самом деле. А у нас главный герой в передаче сегодня будет кот или кошка. Я не знаю, кого нам принесли сегодня. А кот? Котик. Котик. Как зовут его? Мейсон. Мейсон? Это Мейсон? Заявка какая. Мейсон. Знал я одного Мейсона. Мы найдем ему хозяйку, наверное. Или хозяина. Такой вот Мейсон. Скажем, как он будет себя вести. Сейчас модно с животными обниматься. На саммите президенты обнимались. А, да, да. Чтобы друг другу не обниматься. Обнимались животные. Это, кстати, тоже выход из положения. Очень стильная обложка. Кто дизайн делал? Ну, я выпускал пластинку с группой со студии «Вельвет» Алены Михайловой. И здесь есть дизайнеры. Дизайн... Татьяна Раш. Таня, спасибо. Ну, мы ее придумали совместно, но Таня предложила такую идею. А я предложил себя растворить в черном свете и обрамить меня наушниками. Я читал, что любимая группа «Мьюз». «Мьюз». Моя, кстати, тоже. Нет, я битломан, естественно, у меня «Битлз» любимая группа, но «Мьюз» — это вот любимцы мои. То, что делает Гоша Куценко, который любит группу «Мьюз», настолько далеко от этой стилистики. Просто-просто... «Небо и земля», ну, конечно. Но у меня есть гитарист в группе, который похож на «Мьюза», и который также феерически владеет инструментом. И есть Юля Пак, которая поет как «Мьюз». Но мне нравится энергетика и вообще момент шоу, так как мыслят ребята. Кстати, я вот так расстроился, мне кто-то предложил, говорит, а почему ты пластинку не назвал «Мьюзика»? Ты же любишь «Мьюз». Я подумал, я даже позвонил редакторам, говорю, слушайте, еще не поздно. Говорит, нет, вчера она уже... Ой, напрасно палили название. Печать. Третью альбому-то можно было как раз так... Нет, а получается, я еду в машине, сейчас слушаю треки и прослушиваю «Ищем брак». И если на машине, в автомобиле, на любом проигрывателе, там же на английском языке высвечивается. И на английском оно высвечивается как «Мьюзика». Так что все заодно. Я когда перед эфиром в ютюбе, в поисковике набрал Гошу Куценко песни, выпадает больше всего номеров с песней «Война» и с песней «Господин президент». Это не одна и та же песня? Нет, это две разные песни. В «Войну» мы написали, мы готовились к нашествию, к выступлению. Она входит ведь, да? Да, они есть, эти две песни. Плотинки, они не должны были быть здесь, но было бы странно, если бы... Плотинка для меня, она вещь такая откровенная. Потому что, когда пишешь текст и музыку, ты все равно это посвящаешь чему-то. Артисты такие в этом смысле честные люди, и они всегда говорят удачно на сцене или в кадре, или о том, что их волнует. Ну, иначе это теряет смысл. Всегда ли? Ну, хорошо. Иначе это теряет смысл. Но летом мы придумали две песни, и я понял, что если они не войдут туда, то это для меня будет нечестно. Это песня «Война». Это песня, я хочу сказать, что это песня, конечно, о событиях на Украине, но это песня антивоенная. Это песня абсолютно миролюбивая, это песня, открывающая глаза, говорю сейчас какими-то странными поэтическими словами, но тем не менее это так. Глаза и заставляющие людей услышать и увидеть. Когда человек выходит на сцену, ну, так учили когда-то, в институте театральном, как играть, мы спрашивали. Говорит, вот все чувства, которыми вы владеете в жизни, начиная от зрения, слуха, обаяния, осязания, вы должны применять их на сцене. Просто когда тебе страшно, ты испытываешь страх, страх подавляет эти чувства. И ты превращаешься в выступанного человека, который думает только об одном, как бы не забыть текст и как я выгляжу со стороны. Вот это то, что сейчас происходит с людьми, дурманинами этой войной. Я вам скажу. Я говорю о всех воюющих. Мы про юго-восток Украины. Конечно, и с левой стороны окопов, и с правой. Пока люди не начнут слышать, видеть, заново не научатся это делать изначально, как учили в детстве их родители, они будут превращаться в роботов дальше. Для вас это понятно, что эта тема очень близка. Вы родились в Запорожье, учились во Львове. Семья у вас... Служил на западную коронавирусию. Служили, кстати, срочную дату там же. Сестра у вас по-прежнему... Там все родственники. В Днепропетровске, да? Да, в Днепре и в Киеве, и на Западной Украине. То есть, понятно, что для вас эта тема близкая, но тем не менее, ведь точно совершенно прозвучат укреки в конъюнктуре. Сначала написал стихи. Стихи и президент, и войну. А потом показал ребятам, я вдруг услышал, как играет гитара, я сказал, слушай, давай рискнем сделать на эту песню. И сразу же я подумал, может это конъюнктурно, черт возьми, будет играть красивая музыка. Все подумают, играет модная музыка. О, смотри, а музыка там модная. У меня молодые музыканты, там риффы такие прикольные. Ребята руляют вообще, звук. Я подумал, ничего, все, а если зазвучит такая музыка? Я опять подумал, плевать. Я написал резкий припев, и мы пробовали играть. Я думаю, вы знаете, что здесь нет ни наших, ни ваших. Это правда. Абсолютно. Здесь есть один человек, и всегда на войне есть один человек. Я вас уверяю, один человек. Есть война, когда двое. Есть такая война. Она была когда-то. Когда речь идет о гражданских войнах, то там один человек. Да, вот гражданская война. Я думаю, что когда вы служили срочно в советской армии, если бы кто-то сказал, что когда-то, когда-то вот Киев с Москвой будут, ну, это просто вообще, ну, невероятно. То есть, в это бы не поверил бы никто. Скорее бы то, что марсиане. Скорее-то кошка заговорит сейчас и скажет. Хватит говорить об этом. Они умеют, кстати, по-своему говорить. Они поют, знаете, что кошки не говорят, а они поют. А у вас, кстати, нет домашних животных? У меня, я сам домашних животных, вы знаете. Интересно, как Ирина сейчас отнесется к этому заявлению. Именно так она и относится ко мне. Я думаю, что я домашнее животное, на самом деле. Потому что человеком меня семьянином сложно назвать. У вас ведь в этом году не только второй альбом вышел, но и вторая дочь родилась. Счастье, да. Лето, поэтому для вас этот год, я не знаю, что более значимое. Я вам скажу, что если бы не было вот этой ситуации на моей родине, то я был бы вообще самым счастливым человеком. И я когда вижу ее с утра, конечно, я... Вы про Евгению, про свою младшую? Про Евгению Юрьевну, да. Евгению Юрьевну, да. У меня старшая, это неотъемлемая часть моей жизни. Полина. Полина, она уже часть и профессии. Ну, она уже взрослая девушка. Восемнадцать сколько ей? Не торопитесь, подожди. Вот папа такой, да. Вот папа такой будет. Она ребенок еще. Гонять женихом будет, я чувствую. Она взрослая ребенок. Но здесь, наверное, в сознательном возрасте, когда рождаются дети, то у тебя исчезают проблемы с такими вопросами, как вера, надежда, любовь. Действительно, для меня это удивительно было. Еще на фоне этих событий на моей родине, когда в руках у тебя находится 4 килограмма счастья, о котором ты мечтал, ты чувствуешь, они меняют твою жизнь абсолютно в другую сторону. Ты превращаешься отчасти сам в ребенка. Ты теряешь в показателях агрессии, злости. Ты начинаешь прощать. Ты становишься проще, черт возьми. И тебе проще с таким человеком, каким ты становишься, ты держишь в руках это, а потом поднимаешь голову чуть выше на уровне телевизора. Ты видишь информацию о том, что вот это существо, 18 лет спустя, способно на совершенно другие вещи. Вплоть до того, чтобы отдать свою такую прекрасную молодую жизнь. Непонятно за что. Поэтому, наверное, об этом песня президент, черт возьми. И все-таки чуть-чуть в сторону от альбома уйдем, потому что знаю, что многие хотят услышать что-то вот такое и семейное тоже. Про Ирину, про вашу супругу не очень много информации. Что-то расскажете? Откуда она? Я знаю, что она модель, что она работает в агентстве. Да она никогда не работала, это ложь. Нет, да? Ну, конечно, это самый ленивый человек относительно шоу-бизнеса. И, наверное, это нас и сохраняет вместе, потому что мы абсолютно разные люди. Ну, вы знаете, время такое все неестественное, очень быстро остывает. Ну, у нее тоже украинская фамилия, да? И погибает, да, но она из Орехова. А, то есть она... Она, да, украинские, наверное, украинские корни, да у всех у нас какие-то корни из одной земли. Это правда, это правда. А кто родители у нее? Москвичи. Ну, поэтому это не прощение. Ну, я думаю, это профессия, чем можно заниматься в Москве. Наверное, одна профессия москвичей – это жизнь. Мы работали здесь, отца нету, и он торгически погиб. Но ваш папа тоже уже... Мамы, по-моему. Да, они связаны с вами. Ну, с папой у вас, я так понимаю, что вы так про него в одно из интервью так вот говорили, прям вот с таким чувством, что вот он был коммунист, кстати, так же, как и вы, вы тоже были членом КПСС, что вот он был из таких вот, ну, вот из правильных коммунистов, которые... Вы рассказывали там историю, что ему там какую-то взятку в миллион долларов предложили. Да, не взял. Мя на глаза. И он, да, и вот он расстроился вообще в принципе, что может быть такая... Что может быть такое, что я могу к этому иметь какое-то дело. Такая установка вопроса. Да. Вот. Вы знаете, пока были такие люди, я вам скажу... А их сейчас нету, вот вы сказали, были? Сейчас есть очень много хороших людей. Нет таких. Нету? Таких нет, потому что из-за таких, когда таких людей было большинство, никогда бы не было войны между родными народами. Понимаете, это были люди корни, это были люди, которые жили ногами на всей территории. У меня такой сон здесь недавно приснился, вот какой-то, я где-то в сентябре, я думал, мне приснилось, что я самый главный, я да не помню где, в стране или в мире, и мне нужно было решить быстро, а мне нужно было просыпаться уже, мне нужно было быстро решить вопрос войны мира. Я придумал, как решить вопрос с Крымом. Я бы с Крымом, я понял, что нужно с Крымом быстро что-то решить, и я придумал с Крымом, что я бы из Крыма сделал модель СССР. Я бы взял и роздал всем союзным республикам, кто хочет. Я даже НАТО бы кусочек дал, где-то там на перешейке. Пусть бы контролировали. Я пустил бы и решил бы создать совсем другое государство, другое модель, утопическое. Вот прямо там, где была часть России, Украины, Прибалтики, Казахстан, Татарстан, пожалуйста, он там есть, Чечня, вот, пожалуйста, и все бы сделали из этого модель того, как люди могли бы сосуществовать. Вы знаете, конечно, я утопист, абсолютно, потому что я, когда коммунистическую партию встречал, я вам скажу, самое интересное, что можно было читать о коммунизме, мне понравилась сразу идея острова Утопии, я помню еще со времен армии, ну что, у меня устав было учить, кстати, я его знал, и там были слова про Утопию, мне нравилось, и мне казалось, это самые честные отношения. Вот, кстати, очень бурная политическая жизнь состоялась, потому что вы... Ксения Антония Собчак отмечал ее. Да, в Компартии были, в Единой России были, в Яблоко... За Яблоко, да, я голосовал, причем с Фоколы. С Прохоровым тоже, как бы, ну, с Прохоровым, правда, у всей Богемы хорошие отношения. Прям вот... В Единой России был, я вышел. Да, не можете определиться, или вот почему такие вот метания, это вот... Вы знаете, душа артиста как-то не может... Я не удовлетворен... Это можно назвать политической проституцией, если бы я был политиком. Или, наоборот, работал по-другому. Но у Ленина был такой термин политический. Да, я отлично его помню. Но вы знаете, меня никогда не устраивало... Мне казалось, это несовершенным. Вот тот мир иллюзорный, возможно, которым я живу, которым я дает сцена, кино, музыка. И есть новый жанр, который удовлетворил и сделал три в одном. Мы о нем поговорим, если вспомните. Я про мюзикл, про Пола Негри. Ага, да-да-да-да. И та иллюзия, в которой я живу, то счастье, которое я испытываю, наслаждение от жизни. Я посмотрел на свой график, я, конечно, избалованный гад. Я играю по 10-15 спектаклей в месяц на сцене. Удачных спектаклей. Нет такого фильма, где не сниматься? Ну, есть много фильмов, где не играл. Есть фильмы, где я хотел бы сыграть, куда меня не пустили из-за того, что... Да вы что? Мне нравится... Ну, есть много очень кино. И сериалы есть, которые у меня с удовольствием смотрю. Есть... Артист устроен так. Если тебе не нравится сериал, то ты злорадствуешь. А если нравится, то ты завидуешь. Вот. А есть такие работы, которыми ты наслаждаешься, в которых хотел бы поучаствовать. Реально, очень много такого кино. Ну, я рад, что есть кино, в котором мне удалось сыграть. Которое мы делали и дожали. Да, мы играем всегда. Мы как в каждой программе. И некоторые просто... Я сразу говорю, это не я вообще эти вопросы придумал. Это все от Гоши Куценко. Когда вопрос там про секс какой-нибудь, говорит, ну, спасибо, Гоша Куценко. Ну, конечно, кому же. Там очень так прям передают в эфире вам такие... У нас хорошие, здоровые, честные, натуральные вопросы. Поэтому та иллюзия, в которой я живу в рабочее время, она мне устраивает больше, чем та правда, которая есть на земле. Я вам скажу, если я был политиком, я бы умер на второй минуте, узнав эту правду. Я предпочитаю жить в этом смысле. И меня не устраивает до конца ни одна из систем, которая социалистически... Вообще сожитие людей, общежитие людей, ее нет. Я вам скажу, вот зря вы эту тему подняли. Я недавно летал в самолете на днях и читал какие-то страшные... Я был сонный, не спал всю ночь. Я открыл какое-то издание и начал читать о реальных событиях, если не ошибаюсь, в Рязани. И о движении, о молодежных движениях в нашей стране. Это страшнейший, важнейший вопрос. Я вспомнил нас в 80-е годы, в 70-е, наше молодежное движение, о том, чем мы жили, как мы жили. И то, чем живет сейчас молодежь, я вам скажу, это не то, что проблема страны, это проблема вообще всей планеты. Потому что будущее в нашей молодежи, даже не в наших детях, а в нашей молодежи, которая живет сейчас на улицах. Вы знаете о движениях ФА и АнтифА? Да, конечно. Это нереальные вопросы, о которых почему-то никто не понимает. Именно нужно заниматься, я не знаю, на уровне экономическом, политическом. Должна быть партия сейчас молодежи. И нужно сделать ее моментально. Прямо вот сейчас ее, вчера. Партия молодежи, которым занималась, вливали бы огромные деньги людей, авторитеты людей. Я езжу на форумы, я ездил, сейчас на Кавказ ездил, на Машук ездил два раза этим летом. Познакомился с авторитетными людьми, которые общались с молодежью. Я понимал, что для молодежи есть сейчас, в данный момент, только две вещи, которые может их заставить мыслить. Это или нереальная жажда чего-то добиться уже непонятно чего, потому что сейчас даже, если в 90-е молодежи говорили, ты можешь получить сейчас, смотри, успех, деньги, смотри, славу. Сейчас все быстро делается, посмотри, какой глоток воздуха получила страна, сняты все замки. То сейчас для молодежи очень сложный период. Ты даже не можешь, ты не знаешь даже, в какую сторону двигаться, потому что все уже распределено, чем жить. Капитализм – это сухая система. Где ценности? Объясните, раньше человек жил ценностями, и поэтому деньги были не важны. Я говорю примитивно, вы знаете, ни один из аргументов жизни за 47 лет моей жизни не убедил меня, что жизнь, она… Жизнь – примитивная вещь, очень примитивная, все коротко и ясно, четко и ясно. События происходят, люди родились, это произошло в эту секунду. Люди умерли, это тоже очень быстро происходит. Люди задают вопросы конкретные, все происходит очень быстро. Молодежь, есть две вещи. Или идти в неизвестном направлении, подчиняясь веню времени, или все-таки искать какие-то авторитеты в своей жизни. Я понял, что я сейчас услышал концепцию завтрашнего концерта в артисте. Нет, нет, нет. На самом деле. Возьмите, пожалуйста, Мэйсон, он чудесный совершенно, я считаю, что прошел испытания. Вы определили это мальчик или девочка в процессе? Конечно, мальчик, раз Мэйсон, то это гарантированно. Вот, а мы выходим на финал, то есть на любимую вашу игру. Давайте. Да, я объясняю, обычно я объясняю правила, здесь я объяснять правила не буду. Вытаскивается фишка и карточка соответствующего цвета. Не знаю, есть ли у вас... Мы не поговорили про полу-негри, может, я вытащу сейчас как раз. Да. Сейчас. Значит, что я делаю? Так, сперва какую-то фишку, да, определенного цвета. Так, это желтая. Ну, стало быть, любую желтую. Как и пластинка. Да, как, да, оформление альбома музыка. Да, вот, пойдет. Приходилось ли вам намеренно наблюдать интимные сцены через окно соседней квартиры или автомобиля? Ха, смешно. Ну, в автомобиле, конечно, приходилось, я смотрел в зеркало заднего вида и наблюдал через окно соседей. Но в детстве, возможно, да, приходилось в детстве, я был счастливым человеком, у меня единственное в классе был бинокль. Я, конечно... Да, был бинокль, да? Во Львове, да, я занимался этим регулярно, три дня. Да. Это были люди разного пола. Вуаризм, это, по-моему, называется... В детстве, да, это... Это называется любопытство. Это любовь. Это называется любовь в детстве, понятно. В детстве это называется любовь. Так. Красное. Красное, да. И желтое, и красное, кстати, все под цвет конечного кардероба Гоши. Про полу-неггин. Так. С кем из бывших вам хотя бы однажды хотелось сойтись заново? Да со всеми. Ну, да. Второй раз, говорят, он прекрасный. У меня никогда такого не было. У меня было всегда. Вот, Ирина, сейчас, наверное, услышу эту... А Ира не бывшая, она настоящая. Ну, сдрогнула, что с бывшими-то хочется сойтись. Для артиста это движущая сила вообще. Белый. Белый, это свободный вопрос, поэтому давайте про полу-неггин. Полу-неггин. Да, свободный вопрос. Я наш Захович. Я наш так волосу. Два гениальных человека, которые именно сегодня в Санкт-Петербурге стартует их новое деяние. Первое было метро много лет назад. Это был первый межгингов в России. Дальше наши полу-неггри, которые мы отыграли в Декалин Совета в Петербурге. И с успехом играем в Москве в Театре Российской Армии. На фоне 26-метрового экрана, в очках приглашали. Спасибо. С удовольствием. Мне там удалось запеть и поиграть. Ну, я пока не танцую там, поэтому побаиваются. Три в одном, вот это сложно. И сегодня у них стартует новая вещь в Санкт-Петербурге. Декалин Совета, новый мюзикл в 3D, Джульетта энд Ромео в будущем. Красивая штука. Я не прошел кастинг по вокалу, к сожалению, ни на Ромео, ни на Джульетту. Даже на Лоренции не прошел. На папу, ни маму, никуда пока. Но, возможно, я подтяну вокал и как вокалист сюда перейду. Завтра в артисте все убедятся, как мой вокал. 20 минут. Да, я дарю книжку здесь, наши предыдущие беседы. 24 кадра правды про Денбит. Да, да, да. Как красиво. Вот, надеюсь, что сегодняшняя беседа про музыку. Я думаю, это вся книжка про наш интервью. Вся книжка про Куценко, на самом деле, потому что она про кино. А мы говорим кино, подразумеваю Куценко и наоборот. И музыка. И теперь еще и музыка. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Вот так вот. Давайте вот так уже сделаем. Борцы всегда делают вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok